Привет! Вы смотрите Drive Your Life, я Константин Луговой. Когда я еще жил в Горловке и учился в старших классах школы, то я ходил заниматься в клуб Что-де-когда местный. У нас там был довольно сильный клуб, там даже проводились чемпионаты Украины по Что-де-когда у нас в Горловке. И вел его Борис Левин. Если вы смотрите телевизионную версию Что-де-когда, вы знаете, кто это. Он был горловчанином, он нас тренировал. Но потом я поступил в университет, уехал из Горловки на какое-то время. И Борис Левин, соответственно, потом уехал из Горловки на все время. Ну и так получилось, что я как-то перестал играть. И прошло вот уже 20 лет. И наконец-то в 2021 году оказалось, что один мой хороший приятель, которого я еще знаю по университету, мы учились, он тоже в те времена занимался этой игрой. И вот сейчас он разузнал, что в Киеве тоже есть такие подобные клубы, которые занимаются такими спортивными версиями игры. И, в общем-то, пригласил меня тоже поиграть. И вот мы уже несколько игр подряд провели. Очень это интересно, увлекательно. Тут немножко другой формат. Если в Горловки мы приходили, ну там все-таки была такая более академическая обстановка. И, в принципе, из вольностей была разве что игра в карты в козлах. Вот. То здесь это проводится в помещении кафе. Можно себе заказывать какие-то закуски, можно пиво брать, вино, кто что любит и так далее. Ну и вот сегодня я вам немножко покажу, как это выглядит изнутри. Думаю, вам может это понравиться. Все команды, я надеюсь, в полном составе. Нет? Да мы ждем, мы ждем, мы верим. Так, кто у нас впервые сегодня с нами? Давай сегодня знакомимся. Так, подавите руки. Хорошо. Добро пожаловать, ребята. Ну и я по классу свою очередь. Пользовать самоверными телефонами абсолютно запрещено. Команда, которая будет довечена за пользование от этого устройства и будет беспощадно штрафована. А здесь у вас это померите много. На наших столах, помимо большого планка формата А4, который является вашим черновиком на игру, есть еще планки для ответов. Подписывайте обязательно. Обводите номер тура. Отпишите ответы красиво, разборчиво. Нам это читать. От этого зависит ваш успех. Если вдруг ответ не вертся, то уж зачеркивайте и рядышком пишите красиво, правильно. Внимание, тишина. Вопрос первый. Совместно со шведским агентством Эфистар, да, Холст, компания Айкея в рамках рекламной кампании изменила название некоторых своих продуктов на популярные запросы в Google. Что скрыто этой рекламе, которая сейчас на нашем слайде. Внимание на электронную рамку для фотографий. Там 17, 29 баксов. То есть как раз вот, что рамка для фотографий, где ты, твои близкие, они меняются. Вопрос четвертый. Какое предназначение у ножниц, которая находится на двух фотографиях? То есть там два двух фотографий. Да, ладно, давайте речь, что-то. Давай, опять, все, что-то. Что-то другой, здесь, что-то. А, ну, что-то, что-то трое, что-то, что-то как-то для российского. Чувак, это разностоящее. Ну, что-то просто. Ну, знаю. и не затеяли его в приготовлении блюда, пришел к нам от запорожских казаков, которым постоянно приходилось готовить еду в походах из того, что было по-другому. В народе это яство называют казачьей суп. О каком блюде идет речь. Первый вопрос. Как ирландская раковка. Ха-ха-ха. Да, кстати. А пленку-то знаешь, ты же книжки читаешь. Как она на пои ездила? Я не помню. Я тоже не помню. А дальше? А дальше еще не помню. Давай, у тебя есть 5 секунд вспоминать. Каша, знаешь, ты сейчас будешь говорить вот твою шмать, то я же это знаю. Это же самое обидное, это же все мое. Что-то такие, что-то знаю. Деревочка подыскал, его можно или нужно подзарядить. Зарядные станции от компании Prestige находится слева. Ну, как-то так это происходит. Каждый девайс найдет свое телескоп. Выше сколько? Поверьте, нет. 10 минут, 15 минут, 11 минут и встречаемся на финальном отражении. Американский инженер Фред Борн создал оригинальную упаковку в виде геометрического тела для популярных занятий. Согласно завещанию, его брак был помещен в такую упаковку. Для какой торговой марки? Пресс? Спорт? Ротал? Лейс? Лейс? Это не лейс, может быть? Хорошая. Для какой торговой марки? Не-не-не. Это не сэндвичи, да? Это другая? Нет, это не может быть лейс. Чипсы, чипсы. Какая-то нестандартная упаковка чего-то. Это не лейс, а принцлс. 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 Сэрис. 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 И какой по плюс 3? Ну, и первый плюс. Может первый плюс 2 пока. А что он спасет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ааааааааааааааааах. Ааааааааааааааааааааааа. Какие-то понятно. Вот как-то так это происходит. Игра здесь, в Кафе Републик. Эта игра называется Брэйнджерс. Я скину ссылочку обязательно в описании. Вы увидите. И, в принципе, сюда присоединиться может каждый. Создавайте свои команды, регистрируйте, приходите, играйте с нами. Участие одного человека стоит 150 гривен. Какая игра вдохновила архитектурно и прослеживается? Это архитектурное решение фасада жилого комплекса в Калининг? Нет. Нет. Нет, это тресковый. А, да. А, да. Тресенька вместе у нас сегодня что? Правильно. Греча. Гречечка. Третья. Вы не дайте, забирайте себе аплодисменты. Забирайте свой подарок. Подарок. Требеный, правильный, путливающий и в республиках ваш. Гречка. Третье место. На втором месте все те же нами любимые, которые всегда тянутся поближе к сцене, команда «Я же говорил». «Ваше величество». Второе место. Опасная формата, которая никому не уступает. Третье, ни второе, ни первое место, она никогда тут не будет. «Я же говорил». «Я же говорил». «Я же говорил». «Скотка была с подарками». Вручились. Ну и на первом месте... Ваше величество. Третье. а а а